В этом коротком видео я вам расскажу, как отличить масла, сделанные в Японии, от масел, которые сделаны не в Японии. Все очень просто. Toyota, Mitasu, Tattachi, Indemitsu, Alphas, Suzuki, Honda, Nissan, Mitsubishi. На всех этих маслах без исключения абсолютно написано Made in Japan. Как отличить масла японские? Давайте по порядку. В Японии есть 4 предприятия, которые производят металлическую тару для блондирующих заводов. Эти заводы, в свою очередь, производят масла для Toyota, Nissan, Honda, Mazda и так далее. Блондирующие предприятия, которые делают масла для этих концернов, они будут в списке, которые я расположу ниже под этим видео, чтобы вы тоже с ним ознакомились. Он есть в открытом доступе. Отличаем. Смотрите, первое основное отличие. Будем с вами основываться на банке Toyota, на оригинальной банке Toyota. Кант, который сверху завальцован, завальцован на банке которым он обязательно блестящий, почти хромированный. Снизу закругленный, очень четко сделанный. Видите, немножко блестит даже, вот переливается, когда мы камеры перемещаем. Второе, отличительная особенность японских банок, это шов. Он лазерный, сварной, очень тонкий, очень четко сделанный и почти не ощущается на ощупь. Третье, ручка. Ручка очень четко сделана, приварена лазерной сваркой с шестью точками, плотно прилегает к банке. Ну и крышка, она стандартная. Это первая банка, первый вариант. Второй вариант, который используют Mitsubishi, Honda, Nissan, Alphas. Это банка с ручкой, которая приварена лазером, сваркой также восьми точками к банке. Она такая, легкая достаточно. Кант, который используется в этой банке, он менее блестящий, но такой он средний, скажем так. Не матовый, не блестящий, средний. И лазерный шов, такой же, практически, как на японской, на тойотовской банке, но чуть-чуть пошире, может быть, немножко. Вот, смотрите, вот я сейчас снял вам Mitsubishi и снял вам Toyota близко банке. Вот это стандартные банки. Это два форм-фактора банок для оригинальных продуктов. Два. Все, больше не существует. Начинаем выяснять отличия. Метаса. Бальцовка сверху. Очень мутная, не блестящая абсолютно. Можете с вами сравнить. Шовт, который используется. Мрачный. Завальцован, да, чем так, достаточно топорно. Крышка. Приварена. Вот, сами видите, здесь это, получается, у нас Метасу. Здесь у нас Toyota. Понимаете, да, разницу? Метасу. Масло, которое сделано, не в Японии. Это не японский продукт. Следующая. Татач. Опять та же самая ситуация. Давайте, ближе, поставим японскую банку с вами. Матовая абсолютно вальцовка сверху. Хотя банка, форм-фактор, одинаково стоит и матовая вальцовка. Шов. Сами видите разницу. Вот видите, на тойотовский шов. Шов Tattachi. Крышка. Ручка, вернее, тойотовская. Ручка Tattachi. Как вы думаете, японцы будут так и криво приваривать ручки на заводе? На самом... Одном из самых современных в мире оборудования. Я думаю, тут комментарии излишни. Масло Tattachi сделано не в Японии. Следующая. Indemitsu. Верхняя вальцовка идентична с Тойотой. Они одинаковы по размеру. Это просто они так стоят у меня неровно немножко. Верхняя вальцовка абсолютно идентична. Полностью повторяет тойотовскую банку. Потому что производится на одном и том же предприятии с Тойотой банки. Камп шов, вернее, сварной. Indemitsu. Шов сварной Тойотой. Абсолютно одинаковые швы. Просто один в один. Так как банки делают один и тот же завод. Ручки. Тоже видите сами. Они идентичные. Ну и крышки одинаковые. Имеется. Ну и крышки разные, конечно, сами по себе. Дизайн. Но сделаны они одинаково. Масло Indemitsu. Производится так же, как масло Toyota в Японии. Альфас. А, давайте маленько к Сузуки. Сузуки масло. Масло Сузуки. Давайте его сравним уже с Indemitsu. Потому что, в общем-то, стоят одинаковые банки абсолютно. Сверху получается у нас вальцовка блестящая абсолютно. Такая же, как и на Indemitsu. И как на Toyota. Абсолютно одинаковые. Сварной шов. Так же, идентичен. И крышки. Ручки, вернее, на крышках. Абсолютно одинаковые. Сузуки не использует эти язычки. Не знаю, почему. Ну, они там, это функционально надевается при запаковке самой банки непосредственно. Уже на заводе блондирующем. Поэтому, почему-то, вот, Сузуки их не используют. Не знаю, с чем связано. Ну, крышки все равно одинаковые. Альфас. Масло. Масло Альфас мы сравним с вами. С Хондой. Оригинальный. Перевернем, чтобы они были астмологичные. Сравниваем. Верхняя вальцовка. Одинаковая. Немножко она покосечена при перевозке. Вот, верхняя вальцовка одинаковая. Абсолютно. Шов. Хондовский шов. Это Хонда. Шов Альфас. Тоже одинаково абсолютно. Крышки. Ручки, вернее, на крышках. Тоже идентичны. Крышки, кстати, делают не те заводы, которые производят банки. Крышки делают другие предприятия. Поэтому по крышкам сравнивать не стоит. Итого, давайте с вами подведем итог. Какие масла у нас сделаны в Японии. А какие выдают себя за японские. Вот так даже я отставлю в сторонку, чтобы было понятно, что сделано в Японии. Итого, в Японии сделано Хонда. В Японии сделано Альфас. В Японии сделано Тойота. В Японии сделано Инди Митсу. В Японии сделано Ниссан. Митсубиши. Сузуки. Не в Японии сделано Митасу. Масло. И масло Татачи. А, еще и основное отличие тоже. Одно из основных. Это вот такое выдавливание. Которое тиснение делается на банках. Никогда на японских предприятиях. Никто не делает тиснение на банке. Потому как банки используются стандартные. Японцы очень щепетильно прагматичны в этом вопросе. То есть масло Митасу и масло Татачи. Это масло, которое произведено не в Японии. Где конкретно? Но это уже другой вопрос. Но только не в Японии.